Всем привет! Обычно те, кто занимаются сельским хозяйством, планируют урожай на будущий сезон. А у меня сезон начинается с сентября. Поэтому я решил поделиться с вами своими планами на этот зимний сезон. Что я буду выращивать, где я буду выращивать, в чем я буду выращивать. В общем, пришла мне как раз посылка. Сейчас буду распаковывать и по ходу рассказывать. Напомню, что в прошлом году я выращивал, помимо микрозелени, салаты. Пробовал различные, но самый любимый и мой, и клиентов оказался салат Роман. Его я буду в этом году выращивать. Из овощей я выращивал перцы, я выращивал томаты. Я пробовал выращивать арбуз, но у меня от него появилась белокрылка, и мне пришлось его убрать с фермы. Потому что она бы размножилась, и у меня была бы везде одна белокрылка. Перцы у меня получились очень вкусные, томаты сладкие. Поэтому в этом году я, наверное, продолжу выращивать. И то, и другое. Кстати, насчет того, где я буду выращивать. Выращиваю я в емкостях. Прямо такие вот 3-5 литровые продаются ведерки отдельно. Майонез в такие наливают. В нем я делаю отверстие. Туда ставлю стакан с субстратом и с растением. Помидор, томат, либо что-то еще. И в это ведро заливается питательный раствор. И методом ленивой гидропоники будет расти у меня овощи. В прошлом году я выращивал в керамзите. Прямо брал растение. Сажал его в керамзит, и оно у меня росло. В этом году я буду пробовать новый субстрат. Я о таком слышал, но ни разу не выращивал. Рекомендаций давать пока никаких не буду. Я сам первый раз его вот заказал. Называется он GrowPlan. Это стеклопеноволокно. Что-то такое. Выглядит он вот так. На ощупь очень легкий. Знаете, на что похоже? На пемзу. Пятки чистить. Вот что-то типа этого. Как сказал производитель, она очень влагоемкая. Хорошо удерживает в себе влагу. Растение в нем будет комфортно. И это многоразовый субстрат. То есть я смогу его использовать в этом сезоне. Когда овощи уже отплодоносят, я могу его собрать и убрать до следующего сезона. Ну, посмотрим. В этом сезоне я буду пробовать выращивать вот такой огурец комнатный, балконный красавчик, хикмет F1. Не знаю, я такой не пробовал, но написано, что 5-6 завязей на пучке. Это довольно много для комнатного растения. Ну, посмотрим. Как заявляет производитель, первые огурцы я уже буду кушать через 25-30 дней после всходов. Из томатов я заказал маленькая звезда. Это прям классные гибридные томаты черри. Они вырастают небольшие, для комнатного выращивания очень хорошие. Я сам такие пробовал выращивать. И у меня есть рекомендации от многих других сети фермеров, которые выращивают томаты дома. Это, наверное, лучший вариант маленькая звезда. Также буду выращивать базилик фиолетовый, пурпурный шар. Причем я его буду высаживать не столько на еду, либо на продажу, потому что у меня есть базилик на микрозелень в достаточном объеме. Просто вот этот пурпурный шар, он очень круто выглядит. Он, если поставить его на стол, он такой маленький, пышный, красивый, прикольно. Может быть, на подарки кому-то буду дарить зимой. Представляете? Свежий базилик на столе. Оторвал, когда надо, добавил в приправку, и он дальше стоит. Круто? Круто. Также в очередной раз, наверное, уже в третий по счету, я заказал семена виолы, цветы. Буду выращивать пищевые цветы. Почему-то у нас я никак не могу их раскачать. Не дошли у нас еще до этого. Хотя я наблюдаю, в летний сезон торты, пирожные украшают цветами сезонными. Ну, в общем, буду пробовать. Смотрятся они клево. Это семена серии проф. Они классные, они маленькие, их много, яркие. В общем, буду пробовать. Три разных вида и разных цвета. Также буду обязательно в порядке выращивать редис. Редис – это у меня молния F1. Зимой это классная вещь. Конечно, свежая редиска со своего стола. Причем выращивать редис я буду в онлайн-режиме вместе со своими подписчиками в телеграм-канале. Впрочем, как и остальные культуры. Но редис очень многие меня просили. Прямо рассказать, показать. Я даже видео отдельно снимал, но, видимо, этого недостаточно. В общем, буду в онлайн-режиме выкладывать там ежедневные либо еженедельные отчеты. Как садить, что садить, где садить, где брать семена, когда выставлять на свет, когда поливать. В общем, все это расскажу. Так что не забудь подписаться на телеграм-канал. Ссылка в описании. Также хотелось бы, наверное, опять попробовать вырастить арбуз. Но с ним есть одна проблема. Он сильно разрастается. Ему нужна большая площадь освещенности. А в закрытом помещении это сделать сложно. Тем более в зимнее время. Ему надо много ламп. Он будет расползаться. Мне надо бы по всей стене где-то лампы вешать. В общем, думаю. Если не дать ему полноценный свет, то он будет плохо расти. Он будет болеть. В общем, не знаю. Думаю пока. Ну а в целом, сезон только начинается. В сентябре месяце я начинаю продавать по физлицам микрозелень. Все лето я отдыхал. Практически никому ничего не продавал. Были только рестораны, кафе, которые постоянно берут. И несколько человек на абонементе, которые также у меня берут микрозелень. Микрозелень круглый год. Независимо от того лета. Это зима. Субстратом я уже закупился. Удобрениями закупился. Коврики джутовые. Агровата. Сами семена. Сейчас вот еще идет мешок гороха. Мешок подсолнечника. В этом году около 20 культур я буду выращивать на постоянной основе. Потому что спрос есть на различные культуры. Не только на популярных 5-7 штук. Также в этом году завел себе блокнот. Куда буду записывать время посадки. Чем кормлю. Как кормлю. Какой размер плода. И так далее. Это надо для контроля. В прошлом году я посадил. И мне непонятно было. Когда допустим томаты должны цвести. Надо их подкормить. Когда начнут плодоносить. Когда уже урожай созрел. Если бы я это все записывал. Я бы имел четкое представление. К примеру на посадке микрозелень. На сбор урожая. Когда надо садить. Когда надо выставлять на свет. У меня есть график высева. Все это отрегулировано. Все четко. Мне не надо думать. То же самое надо делать и с огородом комнатным. Ну а если ты как и я тоже будешь высаживать дома у себя в зимнее время. Огурцы, помидоры, салаты или хотя бы лук на подоконнике. Пиши в комментариях что ты будешь выращивать. А может быть тебе с чем-то нужна помощь. Либо вопрос у тебя есть. Задавай не стесняйся. Постараюсь ответить. Задавай не стесняйся. Продолжение следует...